Ableton Live 12. И на партии драм-секции вы можете отдельно редактировать низкие частоты. Изменения получили также некоторые меди-инструменты, и весь проект Ableton Live теперь привязывается к одному ладу. Еще один инструмент, на который в первую очередь хотелось бы обратить внимание, это синтезатор Melt. Изменениям также подвергся весь внешний вид программы. Теперь удалены лишние полоски и детали, которые ранее отвлекали в дизайне. Знаменитый гранулятор от Роберта Хенке. В этом ролике мы рассматриваем бета-версию, поэтому в конце официальный финальный релиз будет немного изменен. Друзья, добро пожаловать в Музыкальная Академия Резонанс. С вами Иван Романовский, сертифицированный преподаватель по Ableton Live. Здесь я хотел бы отметить, что нас ждут отличные новости. И это все звучит в одной простой фразе Ableton Live 12. Что такого нового, необыкновенного и уникального произошло в новой версии Ableton Live, мы узнаем в этом видео. Сегодня я покажу новые внедрения в общем, а позже в серии роликов мы раскроем каждую отдельную новость и более подробно рассмотрим каждый раздел. В этом ролике мы рассматриваем бета-версию, поэтому в конце официальный финальный релиз будет немного изменен. Ну и для всех, кто еще не сделал выбор в пользу этой программы, я хотел бы сказать, что уже пора. Почему? Потому что нужно быть специалистом. А специалист делает выбор, исходя из своего личного опыта. Попробуйте программу, установите ее на один месяц, потренируйтесь, привыкните к ней, чтобы у вас появилась возможность писать в этой программе. И после этого уже сложите свое мнение. Для этого можно воспользоваться триал, бесплатной версией с официального сайта Ableton Live. Но скажу еще раз, что время пришло. Начнем с первого инструмента, который вдохновляет на поиски. Это Audio Effect Roar. Audio Effect Roar является сатуратором, который может окрашивать ваш сигнал. Дело в том, что сатурация в этом инструменте очень красивая, красочная и креативная. И она может быть применена к вашему звуку как mid-side обработка или мультибендовая обработка. Мультибендовая обработка дает вам доступ к разным частотам, низким, верхним или средним частотам. И вы уникально можете принести обработку для каждого диапазона частот. К примеру, у вас есть партия драм-секции. И на партии драм-секции вы можете отдельно редактировать низкие частоты. При этом выбирать форму сатурации. Частоту. Закрывать фильтром лишнюю часть сигнала. Средние частоты. Верхние частоты. Контролировать количество сигнала. Добавлять резонансов. И подмешивать количество сигнала к вашему источнику. Сатуратор очень классно работает не только на драм-секции, но и на любом другом источнике звука. Например, давайте используем Roar на партии басовой линии. Также отредактируем в мультибендовом режиме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Мы слышим, насколько невероятно и мощно он воздействует на сигнал. При этом текстуры и тембры, которые он выдает, очень красочные и широкие и динамичные. Это все красиво и мощно обрабатывает любой сигнал, как партии драм-секции, так и мелодичных звуков. Еще один инструмент, на который в первую очередь хотелось бы обратить внимание, это синтезатор Melt, который используется для создания звуковых вариаций, ритмических элементов, дронов или добавления характера вашему звуку. Melt состоит из двух источников звука, которые вы между собой можете комбинировать, а также много ручек и макросов, которые легко, интересно и на лету можно менять, и это легко меняет структуру звука. Давайте послушаем, какие источники у нас здесь есть. Классические элементы. Сабовые источники или компьютерные звуки. Шумовые или бинарные звуки. Шум дождя. Или пузырьков. Попробуем в реальном времени поменять некоторые настройки в звуке, в синтезаторе Melt, в данной пресете, который я предварительно уже создал для басовой линии. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. И третий инструмент, на который хотелось бы обратить ваше внимание, это гранулятор 3. Знаменитый гранулятор от Роберта Хенке. Давайте познакомимся с его внешним видом. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. А теперь от инструментов давайте перейдем непосредственно к самой программе. Что самого интересного и вкусного нас ждет внутри? Давайте познакомимся. Внутри медиклипа слева мы видим новый раздел трансформации, который нам поможет создавать ноты. А по центру мы видим нам привычный раздел нот, огибающих или автоматизации, и раздел MPE, медиполифонической экспрессии. Во второй вкладке вы найдете раздел трансформации. Этот раздел работает с нотами, которые вы подаете, или с одной нотой. Например, у вас есть нота, которую вы хотите трансформировать в эффект RPG8. Для этого вы выбираете этот раздел, активируете трансформ, и у вас получается рисунок. Кроме раздела арпеджио здесь есть невероятные классные, простые, но очень эффективные подразделы. Например, вы можете активировать орнамент, который берет ваши ноты и окрашивает дополнительными подзвучивающими нотами, которые вы можете добавить как выше на октаву, так ниже на октаву, и добавить определенный размер и длину нот и расположения. Контролировать появление нот, а также велосити каждой отдельной ноты и редактировать их местоположение небольшим функционалом. Также мы можем воспользоваться разделом квантизации для того, чтобы квантизировать ноты по отношению к определенному размеру сетки. Также нам доступна функция рекомбинирования. Функция рекомбинирования воздействует на ноты и комбинирует другой рисунок по отношению к тому рисунку, который у вас был нарисован. К примеру, вы нарисовали рисунок нот, который вас устраивает, но со временем он вам надоел, и вы хотите сделать рекомбинирование. Как это работает? А также, если вы хотите ноты аккорда превратить в струнный инструмент, вы можете использовать раздел трансформации под раздел «Струнные» — «Струн». И здесь вы можете контролировать расстояние каждой отдельной ноты для того, чтобы имитировать звучание струнного инструмента. И один из моих любимых разделов — это таймварп, который захватывает и изменяет расстояние по времени, заставляя ноты звучать быстрее или медленнее. Тем самым вы можете комбинировать и создавать уникальное звучание нот. Как он работает? Вы выбираете ноты, на которые хотите воздействовать, и вы воздействуете на их начало, вступление или концовку. Вы даже можете квантизировать этот параметр, чтобы он всегда подходил под ритм и менять структуру вашей мелодии относительно вашего ритма. Что является очень крутым эффектом для живых выступлений и очень вариативным, гибким в использовании при создании музыки. Второй уникальный раздел, который у нас появился в MIDI клипах — это раздел генерации нот, что является очень крутым источником для создания новых идей. Третья вкладка в разделе MIDI клипа дает нам доступ к генерации ритма, а также генерации различных форм или аккордов, стэков. Например, если мы выбрали ритм, то мы можем сгенерировать ноты с определенным ритмом, где мы можем задать ритмический рисунок, количество шагов, плотность, сдвоить некоторые ноты, заставить их сдвинуться. Кроме этого, это мощный источник для создания аккордов. В разделе Stacks вы можете найти генерацию аккордов. Так внешне выглядит аккорд. Для того, чтобы его услышать, мы должны активировать кнопку наушников внутри клипа и нажать на аккорд. Если вы хотите поменять входящий первый аккорд, вы можете поменять его корневую ноту. И увидеть, как он выглядит, и услышать, как он звучит. Если вы хотите изменить аккорд, вы можете попробовать менять его структуру, двигая мышкой вверх или вниз. А также инвертировать. И посмотреть, как этот аккорд звучит на разных нотах. Когда вы определились с первым аккордом, вы можете создать плюсиком еще несколько аккордов, создавая прогрессию. Субтитры создавал DimaTorzok Активировав кнопку Generate, вы получаете последовательность этих аккордов в вашем миди-клипе. В 12-й версии появилась новая система тюнинга, которая может настроить ваш инструмент под определенный тон. Например, не 440 Гц, как у нас звучит нота ля, а в какой-то другой тон. Для этого можем использовать раздел Tunings. И в этом разделе вы можете найти определенные тюнинги. Нажимая два раза левой кнопкой мышки, вы получаете здесь результат тюна вашей ноты. И все инструменты, которые у нас звучат по мелодиям, начинают подчиняться этому. Изменения получили также некоторые меди-инструменты, и весь проект Ableton Live теперь привязывается к одному ладу. Для этого мы можем использовать кнопку наверху в верхней панели нашего инструмента. Наверху вы активируете общий лад. Будущие клипы создаются с этой тоникой и с этим ладом, который вы выбираете. И новые клипы будут содержать информацию в разделе клипа. Скейла будут содержать в соответствии с скейлом, который мы выбрали на верхней панели. Также такие меди-эффекты, как Arpeggio, который внешне был раньше менее понятным, подвергся изменениям, и тоже может теперь быть привязан к тональности, выбранной в нашем проекте. Кроме этого, инструмент Hoard может быть привязан к тональности, а также инструмент Pitch и инструмент Scale, которые мы можем активировать в рамках выбранной тональности. Параметры, которые вы ранее модулировали, например, с помощью эффектов LFO модуляции, мы можем теперь поверх модуляции автоматизировать. До этого нам не было возможности доступна функция для автоматизации, но теперь, когда вы добавляете модуляцию, вы можете задать модуляцию и заставить ее управлять параметром без возможности контроля, либо активировать специальный режим, который позволяет поверх модулированного параметра заставить его еще и автоматизироваться. То есть вы можете влиять на модулированные параметры сверху, как мастер настройка, который будет подчиняться ваша модуляция. Внешний вид программы также подвергся некоторым изменениям. К примеру, теперь нам доступна возможность отобразить одновременно как содержание миди-клипа, так и содержание того, что у вас находится на самой дорожке. Это то же самое работает и для аудиоклипов, когда вы отображаете аудиоклип с инструментом и эффектом обработки, который находится на этой дорожке, а также сэмплом, который находится на этой дорожке. Вы получаете вариант отображения всех параметров в одном окне. Это называется стековое или полочное отображение. Теперь нам по полкам видно все в вертикальном виде, что у нас содержится на этой дорожке. Переключаясь на разные дорожки, вы получаете сразу результат и информацию по нотам и инструментам обработки. Изменениям также подвергся весь внешний вид программы. Теперь удалены лишние полоски и детали, которые ранее отвлекали в дизайне. Внизу появилась маленькая полоска, которая обозначает цвет дорожки, для того, чтобы удобно было пользоваться вживую. Выступая, и наглядно было сразу понятно, с какой дорожкой вы работаете по цвету. Также внешний вид получил ручка фейдера, теперь она более заметна, и каналы громкости левого и правого канала. Теперь они более четкие, плавные и красочно отображают степень насыщения сигнала на левом или правом канале по громкости. На высоких уровнях громкости мы получаем покраснение сигнала, и это символизирует и сигнализирует нам о перегрузе или максимальном уровне громкости на канале. Внешний вид вы также можете изменить в разделе «Свойств», как и обычно, и раздел «Свойств» подвергся некоторым изменениям, и он содержит теперь некоторый измененный функционал, с которым вы можете самостоятельно ознакомиться со временем. Отдельные глобальные изменения произошли с браузером Ableton Live. Теперь он становится мощнейшей системой для поиска, для поиска по тегам. Теги можно самостоятельно создавать, теги есть уже в каких-то пресетах или сэмплах предоставляемых компанией. И поиск у нас теперь содержит историю. Все, что вы выбирали, можно назад отмотать. Это очень полезная функция, которая часто является причиной поиска того звука, который раньше понравился, и не всегда у нас есть возможность его найти в больших библиотеках. И также появилась возможность поиска схожего звука по звучанию. Эта возможность также помогает нам с поиском звуков для инструмента DrumRack. Давайте посмотрим на то, что появилось в браузере Ableton Live. Браузер содержит раздел Edit. В разделе Edit вы можете найти разные теги, и в соответствии с выбранными тегами можете произвести поиск и отобразить все инструменты или все эффекты с выбранными тегами. Также вы можете добавить свою собственную группу тегов, назвать ее уникальным образом и добавить определенный тег, в котором вы можете пометить определенные типы звуков. Кроме тегов, последовательность звуков, которые вы выбирали, теперь сохранилась в истории. И историю вы можете отмотать назад и перейти на предыдущие звуки, которые вы выбирали ранее. Также в разделе браузера Ableton Live напротив звука теперь появилась кнопочка, которая позволяет найти схожие по типу звуки. Теперь уровень схожести показывается специальным рейтингом, и рейтинг у нас вниз отображает степень схожести с выбранным сэмплом. Все звуки в вашей библиотеке выстраиваются по степени похожести на тот сэмпл, который вы выбрали изначально. Драмрэк получил такую же кнопку, что делает возможность поиска сэмпла быстрее и оперативнее. Когда вам не нравится какой-то конкретный звук, вы можете поменять какой-то конкретный звук индивидуально, выбирая по схожим звукам, которые предлагает вам автоматически система программы Ableton Live. Это и многое другое, все, что осталось за кадром, и все, что мы обязательно раскроем в ближайших и будущих наших видеороликах. Это все программа Ableton Live 12. Наконец-то многие функции мы ожидали, многие функции будут суперполезными и безграничными в своих возможностях. Ну а если и этого вам мало, то что-то более креативное и уникальное вы можете найти в разделе паков, а именно пак под названием Performance. Этот пак позволяет вживую играть клипы, которые будут записывать ваши звуки вживую и тут же их воспроизводить в определенном порядке, который вы запрограммируете в виде названия клипов в аранжировке. Такие и подобные инструменты находятся в разделе паков Performance. К примеру, инструмент, который вы можете самостоятельно собрать из разных разделов и управлять разными источниками сигнала и разными параметрами со всех ваших MIDI и аудиоэффектов. Распределить их, укомпоновать в один инструмент на одной дорожке и управлять их одним контроллером. Как будто вы создаете свой собственный уникальный контроллер вручную. Также вы можете сохранять снапшоты или фотографии, как это можно назвать по-английски, либо ваши настройки. Настройки вы можете сохранять в разделе Variations. Настройки могут сохранять разные пресеты и эффекты обработки. И включая разные настройки, вы получаете разный звук. Кроме этого, очень мощный и креативный эффект Prearranger, который работает в режиме аранжировки. Вы создаете клип, который называется запись, к примеру, запись гитары. Как только в аранжировке ваш маркер доходит до этого клипа, стартует запись аудиогитары. Вы играете на гитаре, она автоматически записывается и автоматически прорисовывается в аранжировке на всю последующую запись. Что дает вам возможность записывать другие партии. И появляются новые клипы, которые добавляют новые эффекты, новые обработки. И все это происходит в режиме аранжировки в реальном времени. Это инструмент Prearranger. И финальный инструмент, который дает вам возможность зацикливать партии вашего трека вживую. Инструмент больше для диджейских сетов, который захватывает настройки разных звуков. И повторяет их в соответствии с размером цикла или петли, которую вы создаете вживую. Больше для живых выступлений подходит для диджейских сетов. Это тоже из пака под названием Performance. Вот такой небольшой, но уже очень впечатляющий экскурс в новую версию программы Ableton Live. Я надеюсь, вы вдохновились и нашли для себя что-то интересное, что может послужить для вас будущей целью в вашем творчестве. Спасибо за просмотр, за ваши комментарии, за вашу поддержку нашего музыкального канала Resonance. А если вы еще не подписались, подписывайтесь, ставьте лайки и поддерживайте нас в нашем творчестве. Не забывайте, что Музыкальная Академия Resonance — это не только YouTube-канал, но и также курсы, которые вы можете пройти. Курсы продакшн, посвященные электронной музыке. Новый поток по продакшну стартует совсем скоро. Поэтому, если вы хотите писать электронную музыку, добро пожаловать на наши курсы. С вами был Иван Романовский, сертифицированный преподаватель по Ableton Live. Отличного настроения!